По данным экспертов, сегодня в мире различными психическими расстройствами страдает более 450 миллионов человек. В Алтайском крае эта цифра приближается к 140 тысячам, но лишь четверти из них требуется постоянное лечение. Остальные находятся на так называемом диспансерном учете, то есть к психотерапевту они обращаются один-два раза в год за консультацией. На фоне кризиса число таких пациентов растет, не скрывают врачи. Ежегодно в крае около 800 людей сводят счеты с жизнью, когда не могут справиться с трудной жизненной ситуацией. А что нужно сделать, чтобы сохранить психическое здоровье? Советы всех экспертов здесь едины. Вести правильный образ жизни, заниматься физкультурой, ложиться вовремя спать, соблюдать режим дня питания. Спрос на выездные новогодние туры сократился. Между тем, число туристов, желающих отпраздновать Новый год в России, наоборот, увеличивается. Такие данные приводят в Алтайской региональной ассоциации туризма. К примеру, в некоторых гостиничных комплексах Горного Алтая и Белокурихи уже нет свободных мест, хотя на пороге лишь середина октября. Аналогичная ситуация складывается и на южном направлении. Если говорить о стоимости билетов, то в настоящий момент с вылетом из Барнаула или из Новосибирска билеты в направлении Сочи, Крым можно приобрести в пределах 20-25 тысяч рублей на человека. А размещение уже здесь действительно абсолютно на любой вкус и кошелек. Буквально от 500 рублей в сутки на человека, если это номера без удобств. 14 школьников Барнаула сегодня стали обладателями стипендии первого в крае народного учителя Руфины Овсеевской. Эта награда была учреждена главой администрации Октябрьского района 20 лет назад. Ежегодно ее получали от 10 до 12 человек. На этот раз в число счастливчиков вошли самые одаренные старшеклассники Октябрьского района. Они стали свидетелями открытия мемориальной доски на 40-й гимназии. Именно в этой школе Руфина Овсеевская работала долгие годы. Ребята очень разносторонние. Они имеют результаты, допустим, по литературе, по химии, по математике. И здесь же они очень имеют высокие достижения в спорте. Танцуют в каком-то коллективе, либо поют. Ольга Калачева, Александр Морозов, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова